В организме каждого взрослого человека порядка триллиона Т-лимфоцитов. Это клетки, составляющие, по сути, основу адаптивного иммунитета. Они не сидят на месте, они постоянно циркулируют по кровеносной лимфатической системе, грубо говоря, в поисках своего антигена. У них есть различные функциональные субпопуляции. Одни атакуют зараженные клетки организма, другие, наоборот, подавляют иммунный ответ. Третьи инструктируют В-лимфоциты, какие, когда, как им производить антитела. Четвертые провоцируют воспаление в определенном участке, куда они пришли. И, видимо, есть еще много функциональных подтипов. На сегодняшний день не вся эта картина, а лишь ее небольшой фрагмент более-менее понятна. Понятно, что это сложная сеть взаимодействий клеток, которые регулируют друг друга, но и взаимодействуют с другими клетками иммунной системы, с врожденным иммунитетом. Но у них есть одна общая черта – это Т-клеточный рецептор. Каждая Т-клетка несет на своей поверхности Т-клеточный рецептор. Это молекула, способная специфически распознавать, потенциально распознавать антиген. Короткий пептид, расположенный, презентированный на антиген-презентирующем комплексе. Антиген-презентирующий комплекс – это такая молекула, которая представлена практически на всех клетках нашего организма. И любая, например, зараженная вирусом клетка на своей поверхности обязательно выставляет, в том числе, пептиды из этого вируса. И клетки иммунной системы именно по этому принципу имеют возможность атаковать, распознать, атаковать и уничтожить такую зараженную клетку. Для каждой Т-клетки Т-клеточный рецептор свой. Ну, там, какие-то тысячи молекул одинаковых вот на поверхности этой Т-клетки. А для другой Т-клетки он свой. Количество вариантов для человека оценивается сегодня порядка 10 миллионов. По меньшей мере 10 миллионов различных вариантов Т-клетчных рецепторов на вот этих многочисленных Т-лимфоцитах, которые блуждают все время по нашему организму. Так много для того, чтобы адаптивная иммунная система могла, собственно, адаптироваться. Приспосабливаться и осуществлять эффективный иммунный ответ в тех случаях, когда она встретилась с инфекцией, с антигеном, который ранее никогда не встречался этому организму. И не встречался этой популяции людей и мышей на протяжении предыдущей истории их эволюции. То, к чему не мог приспособиться врожденный иммунитет. Бактерии, вирусы, они постоянно эволюционируют. И в том числе, и в первую очередь, для того, чтобы каким-то образом спрятать свои пептиды, уйти от ответа иммунной системы. Адаптивный иммунитет на это говорит примерно следующее. У меня очень много вариантов. У меня 10 миллионов вариантов треклеточных рецептов. Какие-нибудь из них, статистически, достоверно, какие-нибудь из них, несколько из них, обязательно распознают какие-то из пептидов нового инфекционного агента, с которым раньше иммунная система никогда не встречалась. Это происходит в периферической иммунной системе, этот акт распознавания первичный, после которого так называемая наивная эта клетка, то есть та, которая просто была на всякий случай, грубо говоря, в организме, среди этих 10 миллионов вариантов, среди этого триллиона штук, Однажды, попав в соприкосновение в лимфатическом узле с антигем, презентирующей клеткой, показывающий тот конкретный самый пептид, который она специфически распознает случайным образом, тот гипервариабельный участок, который такой разный у этих треклеток, вот у этой треклетки он оказался такой, что он узнал этот пептид. После этого она размножается, размножается активно, выходит в кровоток и продолжает делиться и может составлять до нескольких миллиардов, грубо говоря, копий одной и той же треклетки с одним и тем же треклеточным рецептором. После этого она идет везде, находит все зараженные таким вирусом с таким антигеном на поверхности клетки и их уничтожит. После того, как, грубо говоря, иммунный ответ прошел успешно, мы выздоровели от гриппа, эффекторные эти популяции клеток идут на спад, но всегда остается небольшая популяция клеток памяти. Организм, иммунная система запоминает, что с таким антигеном он сталкивался. И вот эти клетки памяти, они живут с нами потом многие годы или даже просто всю жизнь живут. Тысячи, десятки тысяч, видимо, как и сегодня становится понятно, вариантов Т-лимфоцитов с какими-то конкретными треклетчатыми рецепторами, накопленных нами в ходе жизни, в ходе взаимодействия с разными инфекциями, они остаются с нами до глубокой старости. Тимус, производящий новые Т-клетки, наивные Т-клетки, он по-настоящему активен где-то до возраста 20-25, ну максимум 30 лет. Затем его активность сходит на нет, но многочисленные и разнообразные наивные Т-лимфоциты продолжают поддерживать и свою численность, и разнообразие. Они делятся раз в год или два и существуют в нашем организме, готовые к встрече с новым антигеном. Если новый антиген появляется, если новая инфекция возникает, кто-то из них случайно, но это статистически достоверно, случайность обязательно находит в том или ином лимфоузле свой антиген, раскручивается иммунный ответ, и мы получаем, во-первых, защиту от возникшей инфекции, во-вторых, память на будущее. К старости потенциал отделения наивных Т-клеток истощается. Они не могут больше восполнять свой, грубо говоря, численный гомеостаз, они сходят на нет и достаточно лавинообразно сходят на нет. Но клетки памяти с нами остаются, они фактически по большей части заполняют вот это освободившееся пространство. И поэтому от всех тех инфекций и каких-то хронических инфекций, с которыми мы сталкивались на протяжении жизни, мы остаемся еще достаточно эффективно защищены, в том числе за счет активного иммунитета, но уже в его такой, уже в форме клеток памяти, которые уже прошли эти уроки и заполнили. А с новыми инфекциями, с новыми вариантами, например, онкологических, с новыми типами опухолевых клеток, мы уже в старости так эффективно не в состоянии бороться, в том числе потому, что у нас нет вот этого арсенала разнообразных Т-лимфоцитов. Еще в каком-то 2008 году иммунологи могли анализировать это разнообразие Т-клеточных рецепторов только через анализ каких-то десяток и сотен последовательностей, кодирующих вот эти Т-клеточные рецепторы. Это был очень поверхностный такой взгляд на очень сложную глубокую картину, но тем не менее очень многое было понято и в этот период времени. Но в последние несколько лет появились и активно развиваются технологии массированного секвенирования. Нового поколения, которые позволяют, если библиотека геномной ДНК полученная или с РНК, КДНК библиотека полученная, правильно, аккуратно подготовлена и проанализирована с помощью секвенатора нового поколения, то сегодня можно посмотреть на миллионы вариантов Т-клеточных рецепторов. Именно на те вот короткие кусочки, которые гипервариабельны и ответственны за распознавание антигена. И это дает колоссальные возможности для исследования того, как происходит иммунный ответ, что происходит с нашей адаптивной иммунной системой с течением времени, с возрастом, в ответ на иммуносупрусивную терапию, в ответ на какие-то операции, связанные с аутологичной или аллогенной, то есть от другого донора пересадкой клеток крови. Это процедуры, которые активно используются для терапии онкологических и иногда аутоиммунных заболеваний. Можно отследить, что происходит с иммунной системой, ну, например, в ответ на полученную дозу облучения. Можно пытаться учиться ее восстанавливать, поддерживать в пожилом возрасте и следить, следить опять, что происходит. И, наконец, можно теоретически в какие-то обозримые годы, ну, такие в течение человеческой жизни, обозримые через 10, 15, 20, 30 лет, наверное, выйти через анализ репертуаров токлечных рецепторов на диагностику множества вещей. Дело в том, что, несмотря на огромное теоретическое разнообразие вариантов токлечных рецепторов, если мы посмотрим, а вот отсеквенируем эти библиотеки для двух отдельно взятых людей, значимый процент совпадет по вот этим репертуарам токлечных рецепторов. Значимый процент вариантов одинакового двух произвольно взятых доноров. И для некоторых из них известна, собственно, специфичность, известен антиген. Таким образом, здесь лежат ключи для диагностики через один фактический анализ крови. С помощью секвенирования нового поколения диагностики сразу множества инфекционных заболеваний, возможно, аутоиммунных, возможно, онкологических, диагностики истории вакцинаций, ну, и то, что возможно фактически уже сегодня, глубокой и точной диагностики статуса, так скажем, адаптивного иммунитета, возрастного статуса, степени его разнообразия, степени его готовности к новым вызовам. Одной из наиболее любопытных идей, направлений является идея о том, как поддержать активность адаптивной иммунной системы в пожилом возрасте или после иммуносупрессивных состояний. На сегодняшний день таких технологий непосредственно не существует, которые позволили бы раз и сделать это, поддержать разнообразие, поддержать активную функцию адаптивного иммунитета в пожилом возрасте. Но что уже можно делать, и над чем нужно думать, это внимательно относиться к тем процедурам, которые уже сегодня используются, таким как иммуносупрессивные терапии различного типа, которые могут приводить к долговременным негативным последствиям для адаптивной иммунной системы, и последствия эти могут отказываться там спустя многие десятки лет, но сказываться очень ощутимо. Это также иммуностимуляторы, которые сегодня активно используются при лечении или профилактике различных заболеваний без на самом деле глубокого понимания того, какие последствия от этого могут быть, как это сказывается на, грубо говоря, скорости, с которой изнашивается функция адаптивного иммунитета, скорости, с которой истощается тот же самый потенциал деления наивных теримфоцитов. Поэтому, ну вот с точки зрения, по крайней мере, безопасности, применяемых сегодня технологий терапии, которые подразумевают вмешательство в иммунную систему, уже можно и нужно думать, и есть технологии для того, чтобы внимательно и качественно отслеживать, а что происходит с адаптивным иммунитетом после того или иного вмешательства. Как только мы говорим о секвенировании нового поколения, мы тут же должны подразумевать современную биоинформатику, потому что работа, качественная работа с миллионами и даже сегодня уже миллиардами прочтенных нуклеотидных последовательностей, это работа со сложными массивами данных, которые несут интересующие исследователя информацию, но также несут и множество ошибок. Ошибок, которые возникли в ходе ПЦР-амплификации, подготовки библиотеки, ошибок, которые возникают в ходе самого секвенирования. И грамотная работа направлена на то, чтобы скорректировать эти ошибки, статистически достоверно скорректировать, не потерять информацию, которая находится в исходном образце интереса. Это большое поле для современной биоинформатики, и именно таких специалистов сегодня не хватает. И это направление активной работы будущих 10, 20, 30 лет, вот такие специалисты нужны. Продолжение следует...